МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новосель на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Собрание Родина Западная Армения. Сыны Западной Армении Епрем Арутюнян. Вопросы армян Западной Армении. Арцахцы получат гражданство Восточной Армении. Создание сухопутного коридора через Сюник несет значительные риски для Европы. Европейская миссия по сбору фактов прибыла в Восточную Армению. Культурный киноцид. Посольство Западной Армении в Уругвай сообщает, что с 4 по 15 декабря в выставочном зале города Монте-Видео в Уругвай состоится собрание Родина Западная Армения. В день открытия 4 декабря встречу выступит доктор Оскар Лопес Голдарасен. Арутюнян Епрем Давидович был единственным сыном в семье. Родился 4 июня 2001 года в селе Солак-Раздана. Рос в окружении любви родителей и сестер. Но это не помешало мальчику быть слишком добрым и скромным. Учителя школы до сих пор гордятся своим умным и справедливым учеником. Епрем был трудолюбивым, параллельно с учебой помогал родителям. Поставил цель вернуться из армии и отремонтировать дом. В 2019 году окончил Розданское государственное ремесленное училище, был автомехаником. Также посещал курсы вождения и получил водительские права, что было его главной мечтой. В армию отправился с улыбкой, был уверен, что парень мужает в армии. Был механиком водителем танка, отличался добросовестной службой. Как хорошего танкиста Епрема перевели в Талиш. Основная служба проходила в Арцахе, Серхавенде. С первых дней войны в сентябре 2020 года участвовал в активных боевых действиях в районе Мартакет, Матахис. Был оптимистом, рад здесь звонил домой и говорил родным, что все будет хорошо. Услышав выстрелы во время телефонного разговора, мама заволновалась и спросила, все ли в порядке. На что Епрем ответил, мама, ты стареешь на глазах, разве ты не слышишь, что это стук молотка по танку? Позже в разговоре с отцом стало ясно, это были вражеские выстрелы. На поле боя Епрем и друзья были вместе. Когда повредили танк друга, Епрем привязал танк своему и вывел с поля боя. Епрем был шутником, как-то вернулся на полуразрушенном танке и на вопрос командира, почему он приехал на нем, ответил, в хозяйстве пригодится. Во время боя танк Епрема повредился, сбив вражеских танкистов, он вернулся на танки противника. В ходе восьмичасовых боев, получив приказ отступить, не оставил раненых сослуживцев и получил ранение. Ранение было несовместимо с жизнью. 21 октября была зафиксирована остановка сердца. Епрем Арутюнян похоронен на семейном кладбище. Вечная слава павшим бою героям. В середине декабря 1917 года, когда военный фронт стремительно распадался, в Тифлиси был сформирован армянский корпус под руководством генерала Назарбекяна. Штаб корпуса первоначально располагался в здании армянского благотворительного общества на площади Аббаса Бадьяна в Тифлиси, а через некоторое время был переведен в здание 3-й женской гимназии на улице Бейпутяна. Армянские полки. Первый в Канакере, второй в Хнусе, третий в Дилиджане, четвертый в Эчмядине и пятый в Ване. По одному полку было сформировано в Саракамыше и Александрополе. Командирами частей были назначены полковники Кара Кейшишян, Овсепян, Павел Перумян, Мелик Мурадян, Бейм Мамикунян, Аргутян, Горганян и прочие. Комиссаром корпуса был назначен Дро. Генерал Назарбекян в своих воспоминаниях пишет, что руководство корпуса встречалось с представителями союзных государств. Пришлось совершить взаимные визиты представителям союзных держав английскому генералу Шору, французскому полковнику Шардини и американскому консулу Смиту. С полковником Шардини я познакомился в начале 1915 года. Он приехал ко мне, когда я находился на западном берегу озера Бан в деревне Кармуч. Все представители держав были очень заинтересованы в процессе формирования корпуса, в частности армянского корпуса. Больше всего интересовались французы. Полковник Шардини даже направил офицера армянского корпуса к одному французскому артиллерийскому полковнику. Вскоре Андроник прибыл в Тифлис и встретился с Назарбекяном. Тот предложил Андронику вступить в корпус, отчего Андроник отказался. Он гордо отверг мое предложение и даже это, видимо, удивило и обидело его. Оказалось, что ему предложили сформировать армянский отряд из армян в Западной Армении. Я так и не понял, подчинялся он мне или нет, пишет Назарбекян. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Вынужденные переселенцы из Арцаха, получившие статус временной защиты беженцев, 6 ноября смогут обращаться для получения гражданства в Восточной Армении. Об этом заявило Министерство внутренних дел Восточной Армении. Этим шагом руководство Восточной Армении устраняет упоминания об Арцахе, которые существуют в паспортах арцахцев. В частности, месторождение и регистрация Степанакерта, Шуши, Гатрута, Бердзора, Карвачара, Аскерана будут заменены городами, находящимися в нелегитимных административных границах бывшей советской Армении. Руководство Восточной Армении подразумевает, что вынужденные переселенцы, прожив в Арцахе 32 года, на самом деле не были гражданами Армении. Учитывая тот факт, что понятия гражданства Арцаха по сути не существовало, становится ясно, что по логике режима люди были гражданами Азербайджана. Получив гражданство Республики Армении, у арцахцев будут те же права. Что красавица обращения в международные структуры, выступления на международных площадках, то арцахцы всегда могли прибегнуть к подобным действиям. Однако это может быть эффективным в том случае, если какое-либо государство возьмет на себя ответственность за арцахцев. В 2020 году эту ответственность взяла на себя Западная Армения. То есть, если арцахцы получат гражданство Восточной Армении, Армения несет ответственность. На самом деле все армяне, родившиеся и жившие в Арцахе, являются гражданами Западной Армении, поскольку Арцах является неотъемлемой частью Республики Западная Армения. Вопрос Арцаха вряд ли будет обсуждаться после взятия под контроль Баку в сентябре. Проблемы могут возникнуть для безопасности Армении, если Баку решит продвигаться на территорию Армении. Для предотвращения подобной эскалации Евросоюз должен активизировать свою дипломатическую вовлеченность, в то же время более активно работая над укреплением социальной устойчивости и обороноспособности Армении. Об этом говорится в статье Марии Думолин и Густава Гросселя, опубликованной на портале. В ходе мирных переговоров между двумя странами был поднят вопрос делимитации границ. Тем не менее, глава Баку Ильхам Алию периодически посылает сигналы о нежелании договориться о чем-либо в переговорном формате, возглавляемом Западом. Вместо этого выступает за урегулирование с участием региональных игроков России и Турции. Войные позиции нынешнего Баку на границе с Арменией и огромный дисбаланс сил между двумя странами также усилили опасения правительства Армении по поводу возможного вторжения. Баку потребовалось три недели, чтобы подготовиться к наступлению в Арцахе, так как была военная поддержка Турции и Израиля. Нападение на Сюник можно занять примерно столько же времени, и Баку, вероятно, предпочел бы сделать это до наступления зимы. Создание сухопутного коридора через Сюник несет в себе значительные риски для Европы, независимо от того, создается ли он военным путем и под полным контролем Баку, или путем переговоров и официального контроля российских войск. Это приведет к де-факту контролю Турции и Азербайджана, возможно, при поддержке России, над коридором, соединяющим Черное и Каспийское море, одним из ключевых путей, соединяющих Европу с Центральной Азией и Китаем. ЕСЭД должен действовать, чтобы предотвратить такой сценарий, решает краткосрочные и долгосрочные вызовы. Совместная миссия по сбору фактов Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии находится в Восточной Армении. Об этом в своем микроблоге «Х» написал заместитель министра иностранных дел Восточной Армении Паруэль Ованисян. «Я рад приветствовать совместную миссию по установлению фактов Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии, направленной на укрепление отношений между Арменией и Европейским союзом. Ожидаем результативных и целенаправленных обсуждений по ряду направлений партнерства», написал Ованисян, опубликовав фотографии членами делегации. Напомним, ранее мы сообщали, что в Армению прибудет миссия по установлению фактов. В сообщении, распространенном делегации ЕСЭ в Армении, говорилось, что делегация представителей службы внешних действий ЕСЭ и Европейской комиссии будет находиться в Армении с 27 по 29 ноября. Исполнительный директор Армянского офиса Международного комитета по охране памятников и достопримечательностей Гаги Гюрджан в беседе 168 АМ коснулся азербайджанского культурного вандализма в Арцахе, а также необходимых мерах, предпринимаемых армянской стороной. По его словам, общественные организации постоянно поднимают этот вопрос на международных площадках. Более того, внимание мировой общественности вновь привлек вандалист, совершенный Баку при строительстве дороги над историческим армянским кладбищем в Шуши. Министерство иностранных дел нашей страны совместно с ЮНЕСКО должны решить вопросы, поднятые общественными организациями. ИКОМОС, который является консультативным органом ЮНЕСКО и национальным комитетом которого являемся мы, поднимает вопрос о проблемах, связанных с историко-культурным наследием Арцаха. Призыв уже прозвучал, и КОМОС имеет европейский филиал и озвучил эту проблему в Совете Европы. Совет Европы призвал сделать это официальным документом. Сейчас мы, как общественная организация, обращаемся, но ссылаемся на вопрос, поднятый нашим МИД в ЮНЕСКО. По его словам, вопрос был поставлен таким образом, чтобы в Арцах была направлена мониторинговая группа для ознакомления на месте, поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На вопрос, интересуются ли в целом международные структуры с судьбой историко-культурных памятников Арцаха и как они реагируют на эти проблемы, Гаги Гюрджан ответил. Все обусловлено тем обстоятельством, где озвучивается проблема. Например, Генеральная ассамблея и КОМОС, состоявшаяся полтора месяца назад в Сиднее, где армянская сторона выдвинула вопрос о паломничестве к историко-культурным достопримечательностям Арцаха, где были отмечены Дадыванг и Амарас, которые до азербайджанской оккупации были активными местами паломничества. О возможном визите представителя ЮНЕСКО в Арцах Гаги Гюрджан выразил опасение. Если они въедут в Арцах через Баку, то азербайджанцы на месте подготовят их своим ложным тезисом. Ганзасар и другие церкви Азербайджан считают уддийскими или албанскими. Этот тезис они будут распространять представителям ЮНЕСКО. Все зависит от того, в каком составе и на каком уровне будет этот визит. Если они представят, что они уддийские, то я уверен, что они убедят в этом. Поэтому сопровождать эту миссию должны серьезные специалисты. Из завершения новостей послушаем песню в исполнении армян Муша, посвященную Георгу Чаушу. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА